Дни Петербургских театров Традиционный фестиваль, уже проходит второй раз в нашем центре В прошлом году он был в мае месяце, в этом году он в феврале Ну надо полагать, что в прошлом году хорошо все пошло Да, очень прошло хорошо, получили очень много хороших отзывов Поэтому решили его организовывать и второй раз Театры меняются или это всегда одни и те же театры, которых вы приглашаете в Нарву со своими постановками? Театры меняются, но единственный театр, который остается, это наш такой самый частый гость Это театр на Васильевском Ну вот как раз театр на Васильевском в предстоящую субботу Постановку «Гроза» представит вниманию зрителей Ну, казалось бы, старая добрая классика Островского Но, наверное, этот спектакль чем-то необычен и чем-то примечательен Расскажите чуть подробнее Да, это постановка главного режиссера театра на Васильевском Владимира Туманова Версии Туманова это скорее трагикомедия Полная частушек и прибауток, там где приплясывают и припевают Вдруг играют на саксофоне и делают это очень чувственно Такой безумно эмоциональный спектакль с хорошим темпераментом Ну вот следующим событием фестиваля Дней Петербургских театров Станет пока спектакль «Квартирника» по рассказам Довлатова Вот здесь тоже, наверное, стоит особое внимание обратить Что это будет представлять? Да, это такая необычная будет очень форма Потому что спектакль будет проходить не в традиционном зале, а будет проходить в кафе Спектакль «Квартирник» Такой он очень уютный, домашний Потому что там нет этой границы, что я зритель, а вы актеры Нет этой границы, поэтому такое ощущение, что ты просто-напросто пришел к Сергею в гости Домой и слушаешь его истории о жизни Где поют, танцуют, предлагают тебе выпить, закусить Вот называется он «Довлатов. Невидимая книга» И никакого литературного произведения как такового в основе не лежит, да? Ну он основан на записных книжках Довлатова Рассказывается о его жизни Я думаю, что поклонники творчества Сергея Донатовича должны заинтересоваться Вот мне, например, стало однозначно интересно Вы собираетесь привозить эти спектакли потом, может быть, и в Таллин? У нас есть один спектакль небольшого драматического театра Это постановка «Король Лир» Вильяма Шекспира И это получается так, что 4 марта они приезжают к нам в Нарву И на следующий день они едут в Таллин Очень удобно, получается, у театра такие полноценные гастроли по Эстонии Ну а если кто-то захочет посмотреть «Довлатова», тогда уже добро пожаловать в Нарву Ну что касается «Короля Лира», то мы еще подробнее поговорим об этом спектакле Кстати говоря, в нашем эфире «Ближе к делу», что называется, но тем не менее, вот несколько слов, чем примечательна эта постановка? Это постановка Льва Эренбурга, у него, между прочим, сейчас на курсе учатся наших два эстонца Это постановка, которая оставила целых 5 лет, целых 5 лет они репетировали И только лишь в декабре 2019 года прошла премьера Поэтому будет очень интересно посмотреть, что в итоге они 5 лет ставили Во вторник нарвские зрители увидят спектакль «Живи и помни» на тему Второй мировой войны Вот как он создавался, этот спектакль? Это спектакль режиссера Григория Козлова по прозе Валентина Распутина Безусловно, тяжелый спектакль, но с очень интересным сюжетом Очень эмоциональный спектакль, там, где переплетаются судьбы народа и история любви Это такая сюжета любви и смерти, отчаяния и надежды Там, где переживаешь все абсолютные эмоции Если вы хотите испытать такой полный спектр эмоций, то я настоятельно советую посетить этот спектакль Потому что ты и посмеешься, и поплачешь, и посочувствуешь, и посопереживаешь главным героем Есть одна не очень радостная новость для организаторов фестиваля и любителей театрального искусства Один из запланированных спектаклей не состоится Речь про постановку сцены из супружеской жизни, театр «Балтийский дом» Его пришлось отменить по причине болезни актрисы, насколько мы знаем Да, к сожалению, мы узнали об этом только лишь во вторник, 25 февраля Актриса, она единственная исполнительница главной женской роли У нее нет замены, она получила травму, упала в больницу Поэтому, безусловно, в такой ситуации замена была невозможна И, к сожалению, нам пришлось отменить этот спектакль Но было очень много желающих посетить и посмотреть этот спектакль Поэтому мы очень надеемся, что нам все-таки удастся привести этот спектакль И показать его нашим зрителям Ну, а билеты были раскуплены на этот спектакль? Люди теперь должны их сдать, получить деньги обратно? Или будет объявлена им какая-то другая дата, когда спектакль состоится? Пока что сейчас нет определенной даты, когда состоится этот спектакль Поэтому мы предлагаем всем людям, которые купили билеты на этот спектакль Обменять на любой другой спектакль, который проходит в рамках этого фестиваля К сожалению, в замену именно в этот день нам не удалось подобрать что-то подходящее Потому что все-таки график у актеров очень напряженный Да, напряженный, поэтому не удалось найти что-то Насколько мы знаем, Ваба Лава довольно активно сотрудничает с театром «Балтийский дом» Так что наверняка что-нибудь придумаете Да, безусловно А в принципе, если говорить о том, что фестиваль появился в прошлом году То чья это была идея? Каким образом зародились вот эти отношения Нарвской, Ваба Лава и Петербургских театров? Ну, Санкт-Петербург находится очень близко к Нарве, практически под рукой И безусловно, когда это культурная столица России, там множество потрясающих театров Такой клад культуры, и безусловно, это было бы, наверное, большим грехом Не сделать такой фестиваль, не привести театры малых форм И показать их на нашей сцене нашим зрителям и вообще жителям Эстонии Ну, отдельно можно отметить, что на предстоящей спектакле будет и доставка зрителей Из других городов региона, из Ихви, Кохтлоярви, Силамя Как это будет организовано? Да, мы это уже практикуем второй раз И действительно очень много желающих посетить спектакль Потому что, к сожалению, общественный транспорт не настолько хорошо организован В Идавирумой И вечером после спектакля невозможно доехать из Нарвы Поэтому будет автобус заказан Есть в Пилете Леве, есть расписание Во сколько выезжает, конкретно от каких мест Ну что ж, в эту субботу в театральном центре «Ваба Лава» в Нарве Начнутся дни петербургских театров И продлятся они до 4 марта А у нас в гостях сегодня была продюсер «Ваба Лава» в Нарве Серафима Колодкина Спасибо